Музыка Центральным событием для всей Хакасии стал единый день голосования. Выборы в том числе проходили среди кандидатов на пост главы Абакана. Одним из первых на участок 9 сентября пришел действующий мэр Николай Булакин. Ну а что тут волноваться? Чему быть, того не миновать. Интриги не случилось. За Булакина более 77% от проголосовавших. Вот уж действительно, мэр-долгожитель. Для него это уже шестая победа на выборах. Я абсолютно искренне и с глубокой признательностью хочу поблагодарить горожан за то, что они пришли, проголосовали. И особую признательность и благодарность хотел бы сказать тем горожанам, которые отдали свое предпочтение относительно меня. Высокий рейтинг Николая Булакина объяснить довольно просто. Взять хотя бы последние примеры. Город сегодня активно строится. Появился современный спорткомплекс. На 19-й год назначено открытие новой школы для тысячи учеников. Развитие столицы – пример плотной работы с правительством республики и планов на будущее немало, о чем уже не раз сообщалось. Но теперь все под большим вопросом, считает мэр. Виктор Зимин лично перед президентом страны защитил большинство проектов. Можно дискутировать по делу, не по делу, туда, не туда. Но, в отличие от подавляющего большинства губернаторов, достаточно просто федеральные деньги берет на Хакасию. И вот когда городу эти деньги засветили, а у нас есть планы их использовать и внедрить, это очень ценно. Можете судить меня, осуждать, можете критиковать. Но мне кажется, это качество Виктора Михайловича нужно максимально использовать. Услышат ли абаканцы мэра, станет известно уже скоро. Второй тур губернаторских выборов пройдет, вероятно, 23 сентября. В единый день голосования состоялись еще одни важные для города выборы. Выборы территории для благоустройства на 2019 год. Первое место из 29 в рейтинге занял парк Комсомольский. Далее площадь павших коммунаров, территория вблизи детсада Рябинушка и улица Рублева. По опыту этого года, четыре территории, которые были первые в рейтинге, они благоустроились в 2018 году. А хочу выразить надежду, что выделенных средств нам в городе Абакане хватит, чтобы не менее четырех территорий в 2019 году также благоустроить. Впрочем, точное количество территорий для благоустройства определится после того, как будут утверждены бюджеты, как городской, так и республиканский.